Правильное воспитание ребенка – залог его благополучной жизни в будущем. Так говорят специалисты. Но как же родителям стоит воспитывать своих детей, чтобы во взрослой жизни они не только стали достойными гражданами своей страны, но и хорошими женами и мужьями, мамами и папами? Обсуждению актуальных проблем современной семьи была посвящена очередная встреча участников школы приемных родителей, в которой наряду со специалистами Центра доверия приняли участие представители ЗАГСа и духовенства. Проблемы в семье, как правило, очень разноплановые. Детско-родительские отношения всегда какие-то бывают запутанные. Поэтому для того, чтобы разгрести, утрясти вот эти проблемы, мы зачастую приглашаем специалистов других сфер. В диалоге со специалистами и с нами, и замещающиеся им даже подсказки друг другу, мы пытаемся найти что-то такое общее, прийти к каким-то общим выводам. По словам специалистов, именно семья является кузницей человеческих судеб. И от того, какой пример подают родители своим детям, какие взаимоотношения царят в семье, зависит то, какую модель поведения выберет для себя ребенок в итоге. Не менее важным моментом воспитания является и развитие в ребенке самостоятельности. «Мам, давайте я сам это сделаю. Я сам постараюсь. Маленький ребятеночек говорит, мам, я сам. Мама говорит, нет, нет, не надо, ты сейчас мне здесь вот что-то неправильно сделаешь. Я сама. Вы, ну не вы, конечно, я вообще, я общему говорю. На корню срубаете его желание быть не эгоистом, а человеком, который желает помогать своим родным». Чрезмерная опека родителей над ребенком не только ему не помогает, но и воспитывает в нем неуверенную и неприспособленную к жизни личность. В результате с годами нежелание или неумение любимого чада что-то делать чревато возникновением конфликта в родительско-детских отношениях. «Раз протерпела, два протерпела, три, четыре, пять, шесть, а потом уже вот это вот, уже из ушей, ну сколько можно-то? А вы понимаете, а чем больше мы терпим, тем они, наши детки такие, садятся, ножки свешивают, типа того, а, мы не делаем, да сейчас вот мама и сделает». Жить самостоятельно, делать свой выбор и обустраивать быт зачастую многие родители не дают своим детям и во взрослом возрасте. Когда те уже создают свои семьи, они продолжают давать свои порой ненужные советы и поучения. «Семья в отношении вас чужая, поэтому так аккуратно нужно поступать со своими советами. Много приходится там в церкви разговаривать, исповедовать. Такие печальные истории, когда родители по своему исковерканному пониманию любви лезут своим детям и семьи начинают рушиться». Привести к конфликтам и распаду семьи может и отсутствие у супругов общих целей, семейных ценностей, материальная неустроенность и наличие вредных привычек. Избежать или хотя бы минимизировать влияние этих причин на семейную жизнь, найти взаимопонимание между близкими людьми, по словам участников встречи, во многом помогает общение с квалифицированными специалистами в рамках школы приемных родителей. Зачастую именно так сообща и удается обрести гармонию в семье и вывести свой код семейного счастья. Ирина Пивоварова, Александр Трегубов для рубрики «Секреты семейного счастья».